В Артёме появится первый народный театр. Состоялась встреча главы Артёмовского городского округа Вячеслава Квона и художественного руководителя Академического театра имени Максима Горького и Ефима Звенятского. В ходе встречи обсуждались организационные и технические моменты создания народного театра. Эта идея, она простая, она родилась там далеко в Советском Союзе, когда народные театры имели место быть и во Владивостоке, и вот Находка, и Черниговка, которые сегодня есть. Дальше, мне кажется, что я бы хотел поблагодарить Олега Николаевича, потому что это губернатор края Кожемяка. Если совсем правда, это его идея. Мы сидели с ним на спектакле. Это был спектакль «Мастер и Маргарита». Был антракт, и у нас была возможность переговорить, и вдруг он вот вышел с таким вот. Я говорю, конечно, Олег Николаевич, это очень полезная история, которая сегодня сохранит тех людей, которые работают, не так весело живут, потому что и школа, и социалка, и питание, и тепло, свет, вода. Давайте мы чуть-чуть, вот, конечно, это цели преследовал. Очень-очень важно участие Артема, его руководителей, тех всех творческих союзов, которые здесь имеют быть, школы музыкальные и эстетические школы. Тогда мы при репетициях три раза в неделю, с участием актеров театра Горького, с участием худрука театра Яны Мялки и Марины Волковой, которые мы определили. Выпуск спектакля будет вторая половина мая, после Дня Победы. Мы будем делать, наверное, и Дню Победы какой-то, но когда все чуть-чуть успокоится. А также будет проведен кастинг среди жителей Артема, на который смогут прийти все желающие и попробовать себя в роли актера. Я, наверное, один из первых, кто узнал об этой идее, и, конечно, обеими руками за, чтобы у нас здесь, в Артеме, появился свой народный театр. В дальнейшем планируется открыть еще пять, а то и более народных театров. Вот есть народный театр в Покровке, который уже существует очень давно. Да вы знаете, вообще мои рассуждения таковы, что в каждом человеке живет творческое начало, невзирая на профессию, которую приобрел в дальнейшем человек. Не у всех складывается, наверное, как-то связать свою жизнь с творчеством. А это возможность огромнейшая для большого количества людей выплеснуть все свое начало творческое, попробовать себя совершенно в другом качестве. Думаю, что это будет очень яркое событие в жизни города и всего Приморского края. И дай Бог, чтобы все у нас получилось, и все прошло очень замечательно. Вероника Климова, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Телеканал Лента.